на мистическом озере второй эпизод у нас начался до фантомас наш фантомас наш готов а еще хуже когда забудешься и на волковный придешь в охренели что ли ты понял жирная стрелка указывающая на большой крест а может это не тайник откуда ты знаешь чок что тайник может это крестом обозначен что там закопал кого-то чувак чувак что-то замерз тут такого не было пуху блять что за херня на ахмонансы а форга и с чипа шор маккензи вот в лазе ищет на рассвою эту подругу подруга там оленя это прямо из лука стреляет это волки это раненый один волк да а это точках такой я такого не знаю а ты кто подруга о бабулька наша наверное мы хоть 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 бабульку знаем ой сколько ну то там ой хочу туда окружили его нашу бедняжку эту астрид волка же маккензи спасет ее как бы это почему это все да красиво молодцы постарались только это что такое-то было заставка и начало и заставка конца и заставка чего как загрузка блин походу я это самое да то следующий эпизод начал следующую главу да да точно можно как-то выйти с этого все дело где медведь тихо тихо все в порядке медведь ушел ты кто я маккензи я нашел тебя когда этот медведь теперь вспомнил он убежал думаю я в уране или просто испугался хотя бы напугал стреляешь ты так себе наверное попал в него чувака этого хорошо что он возвращает возвращается так холодно а мне кажется это ли это дом этого я устроил костер теперь хоть немного согреться можно это дом этого как его траппера зверолова больно нужно снять боль это было загадочный мост и у озере что ли это по мне кажется дом зверолова очень похож да звер зверолова там верстак стоял и по моему этого стаффеки узнает вот прими это должно помочь что ты зверолов наш слушай тебе понадобится немного больше чем просто таблетки и повязки ты тяжело ранен этот вкус точно воспалиться а то и похуже есть лекарство посильнее есть лекарство посильней старая дамба карта за дверью я не знаю нужно ли озвучивать эти все этом схлипывание но это прикольно слышишь меня старик точно так дом зверолова прикинем и на загадочном озере а проклятие он отключился блин до этой карту знаю каждый камень здесь наизусть похоже тут неподалеку дамба гливера электростанции может там удастся найти чувак мне карта нафиг нужно твоя все знают досконально покади-ка как тебя там прикинь все это время у нас файта ты горел в общем как случайно мы залезли к ней конечно уже отказать тоже все красное следующую эту самую главу и так понимаю следующий как там это эпизод до того первые прошли до 2 теперь я так понимаю писать насколько я понимаю но как бы это самое знаешь чё вот это очень классно не зря я так это самое заморачиваться тимитарем он у нас с нами отлично великолепно просто замечательно да короче собственно ты мы с таким образом с тобой залезли в следующий эпизод были меня просто не хотел типа хотел сезонами такими снимать первый сезон ну как первый эпизод уже потом в другой другой уже эпизод слушай ну в принципе ничего страшного на самом деле все нормально сейчас просто придется мне как бы подольше тогда уже подольше уже играть как бы даже следующий 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 первую серию 2 эпизода 2 эпизода до загадочного на мистере мыс мистер и лейк мистическое озеро как это в английском там версии игры соответственно в оригинальной так сказать версии для назван ничего страшно самом деле просто я сделаю там на разделю когда я выходил там закончил 1 до тем как начать 2 просто разделю сделаю таким образом в принципе ты короче более информирован меня чем я даю все на самом деле ты просто уже как бы уже видел как закончилась первая серия новая предыдущая вернее серия началась это поэтому ты это я тут гадаю сижу там блин да как я там сделаю то блин а ты узнаешь так же это видишь ты на самом деле уже лучше меня там знаешь что я сделал по факту чем это сейчас сижу и придумал в общем сделаю там просто получится без конца без начала серия будет как бы да и все наверное предыдущие без конца это без начала так новая виду как это принято вон на канале начало там где например генерал так вот ты на канале генерала если что мы продолжаем играть за ланг дарк на мистическом озере в старта второй эпизод у нас начался да просто я это если ты предыдущей серии не смотря просто я когда закончился первый эпизод там когда мы медведя пристрелились ружья и пошли титры такие финальные как бы подумать все это весь сюжет такой вышел главное меню типа вы раньше будет если опять нажму продолжите короче начался второй сезон который так сказать с чего началась эта серия поэтому и такой в начале этой серии гадал такой типа бля чуть-чуть происходит и не понимаете это титры или что это за заставка с чего это все там то есть не понимая что это титры какие-то это все-таки началось что дальше прохождение в общем началось дальше прохождение так за все это мне будет соответственно отниматься так а костюр у нас бесконечно оказывается четыре часа получается блин это как у бабульки да получается бы домик сделать на самом деле базой своей да но не очень хочется ни хрена себе у меня принципе свои много а тут раньше часы в стоял одессы сайф а сайфа нет а немножко перепланировка в доме в домике да 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 немножко домик изменен раньше вот здесь стояли эти вот шкафы по моему их там два даже было или три а здесь теперь окно по-моему здесь не было вообще этого окна а вот здесь стоял сейф 10 шкаф стоит вот здесь были эти на стене тоже по моему окна этого не было или было тут короче висели такие темно как подставка для ружья такие которые ружья вешаются такие деревянные штучка уже не раз как бы мелькала в кадре в предыдущем в предыдущих сериях такие штуки в домах да такие вот ружья круче вешается на них здесь нет такой штуки да ты как бы был один из домов к в котором может быть может быть ружье так у нас собственно принципе все хорошо по параметрам единственный трос этот 5 килограмм так блин ну вот этот шкафчик я по-любому наверно облутал бы просто для того чтобы его использовать для складывания своих вещей от контейнера смотря открыть нельзя видео на 1 сюжетный какой-то нам потом чувак даст что-нибудь там зато контейнера так разговаривать с ним нельзя он типа спит по уму не спит полный номер слушай не дышит они они не не голова голова шевелиться и штука как матрешка на сам не дышит надо неважно это просто анимации сделали дыхание так это шкафчик и так тоже есть у них он у меня там все-таки на него так ходите заброшенную дамбу и про проберитесь внутрь дебиотики мы нужны до джереми да вот и собственно джереми так доверие до пожилой зверолов суровым характером отшельник живущий в глуши загадочного озера и очень дружелюбе но вот вещь еще подтвердил что на загадочном озере так чё ночью ему нужно палка ткани в принципе можно собирать ему 500 палок принципе 400 та же самая 375 так повязкой стороне с чем х свинина с фасолью насколько есть уже если что ему а подожди он же будет отниматься фенаж будет отниматься когда я буду воровать у него и и причем отниматься будет по-моему по пятнарику являться только десятками это так не видно так шкуры кроликов до 25 опушу раз у нас эти кролики 50 были а вот оленья шкура 50 фига себе столько ли не ему надо буду так хочу нам дает кстати информация загадочном озере местоположение тайника обновлено на вашей карте разблокирую схемы заставления самодельного топора зачем для такой есть информация газ картера так мы же на нее сейчас идем разве нет дамба картера знания не к тайник это не бункер случайно бункер за таком так мало доверия за одну шкурку так штаны и обувь из оленей кожи разблокирует схемы заставления штанов и обуви заблечь олени кожи отлично нам и короче оленюшек надо собирать теперь так снежного укрытия так себе информация северном сиянии важное для понимания мира так старые письма какие-то хочу нам это вернее принесет какой максимально доверие нужно служить так короче нам нужно 175 это 33 шкурки этих самых оленя еще одна шкурка кролика да и мы разблокируем с эти самые штаны и соответственно сапоги вот он верстачок соответственно мы тут это все сделаем так это шкаф я мутаю для того чтобы у меня был был шкаф для утония короче так катали но теперь я могу теперь могу спокойно здесь складывается раз всякие различные из разнообразные вещи например вот эту веревку альпинистку почему потому что нам сюда придется возвращаться правильно правильно нам придется сюда еще вернуться дебиотик ему принести потом какие-то квесты там туда-сюда на самом деле очень неудачное положение будет у этой этой сам я хочу хотел я просто хотел ее заправить раз нам далее топлива три литра нихрена себе вот это у меня топлива охренеть просто так давай мы сложим обратно канистру эту трех литра блин а было ее сразу на блок другое топливо использовать вот это она в принципе его с собой возьмем там где-нибудь потом заправимся так так еще вот вопрос нужно ли нам лутать всякие шиповники грибы рейш и я думаю что нужно в принципе по три чашечки это очень мало поэтому опять опять и снова начинаем лутать всякую фигню так так надо вот эту хрень сложить единичек 40 наверно да даже 50 в принципе все это найдем сейчас пищу вообще у нас пищи до хрена слушай можно принципе даже все сложить одну одну штучку возьмешь и прав на счет 70 штук было всеми 7777 доставил так и да и что поедем давай мы немножко еду на сложить так вот мог возможно нам принципе не нужен хотя не знаю может быть и нужен так а когда уже нам рецепт этого мука то тут интересно лучше вот что мне интересно те даже не знаю наверно немножко тут еды сложил бы мы сейчас выходим ведь все дело в том что все дело в том что я я мать его просто специалист этой локации я ее знаю наизусть я конечно если при учете надо воды кстати сейчас срочно сделать в костре так если при учете того что у нас допустим локация это не изменялось положим туда на принципе сейчас это все соберем так короче при учете того что если локация только если она не менялась в плане того как нас как ее знаю я ее знаю из режима выживания из песочницы я это знаю досканально я знаю где возможно и местоположение всяких различных вещей начиная от нажата поролома и заканчивая ружьем я просто наизусть знаю где здесь может быть ружье но это в песочнице я не очень сильно уверен что здесь что здесь будет то же самое хотя черт его знает я не знаю ответ на данный вопрос а так подожди это мне не к дамби нужно они до газ картер а подожди так мне разрушены дамби это не в газ мне надо я так понимаю это мне надо в этот в проход тут мимо горяхать и нет подожди проход это вот здесь это переход на лака в режиме в песочнице это переход на на прибрежное шоссе а смотри у нас тут этот появился железная дорога загадочного озера одинокая топ фигас тут дали каких-то целую кучу карт железная дорога загадочного озера это что такое это переход наверно прибрежное шоссе да и что это такая железная дорога по ходу да наверно или нет я не понимаю что это такое у нас пока не надо загадочное озеро что там еще была одинокая топе вот это точно не знаю что такое и это как раз этот по моему это вторая часть перехода на прибрежное шоссе дима там по мосту проходим не такая по одной шпали разрушив разрушены там как раз мы проходим каким-то там ущельем там ущелье так собственно то администрация турбазы до зверолова да все так наблюдательный пункт вроде такая же карта привык немножко другому формате на нее смотреть немножко по-другому и знаю но нет все все правильно но она так то все абсолютно правильно так собственно смотри как бы по прямой нам как бы да да газ картера все-таки так понимаю или куда это надо и могу как-то увеличить карту могу вам там придем там узнаем по сути да а он же писал подожди что пробраться в газ карта идите заброшенную дамбу проберитесь внутрь написано про газ карта тут короче просто дамбу ну да будет у них там надо короче разберемся так значит мы можем идти смотри мы можем пойти сюда сразу потом через администрацию турбазы можно этот дома облутать дело в том что как бы я еще хочу найти ружье да и вообще еда не помешает и про нос там три банки консервов осталось две две пачки крекера все равно надо лутать все равно надо все это брать вообще базой базой нужно делать администрацию трубаза почему потому что она находится посмотри в центре всего этого и там очень хороший дом очень хороший дом с огромным просторный из двухэтажный с огромным количеством шкафчиков хренов чиков там же есть и этот самый как его верстак опять же с поправкой всех постоянно буду наверное говорить давай я не буду говорить ты запомнит точно что если что-то говорю что типа блин а вот тут это есть это потому что я в режиме выживания там играл и это было сейчас я не знаю дом зверолова на самом деле я уже вижу он изменен он немножко не такой как в режиме выживания возможно все дома не такие здесь как режиме выживания наблюдательный пункт правильно отметили там может быть ружье она может быть там она может быть тут но может быть вот здесь под мостом так и скрапан бред не помню короче может здесь быть и может быть собственно в доме зверолова еще может в бункере быть оружейным вооружение бункер у нас находится находится вот здесь однажды его находил режиме выживания я принципе все бункера знаю более или менее где находится даже вот сейчас прямо не ставим не все у нас бросили на загадочное озеро я не готов к этому был но я процентов 70 бункеров знаю где находится она короче хорош коротко было болеть и так значит у нас два варианта есть через турбазу идти либо второй ряд пойти здесь через наблюдательную вышку вот здесь все золотов на самом деле так особо и нечего особо и нечего лутать и наверное наверное давай мы так наверное сделаем а на обратном пути да точно на обратном пути мы пойдем вот через это ущелье здесь по на лута им там и это здесь золотаемся дома на озере рыбаков и так далее прочее снесем все это на администрацию турбазы чипятом базу бы сделал даже несмотря на то что она придется сама самостоятельно топить печь там а предпочитом печь топить это самое воды можно наделать очень много про запас поставить пусть стоит я всегда так делал печь соответственно жоп только там когда нужно было мясо переготовить пережарить короче идем сюда идем все наверх здесь будет такое болотце где-то здесь будет болотце вот здесь будет болотца там будет короче ну короче все увидим тут домик будет потом тут домики будут еще вот здесь будут вагончики где-то на эту вышку зайдем все будет путем все будет путем здесь камыша если что наберем если волков сильно много не будет а еще кстати в принципе если сейчас смотри возможно мы сейчас пойдем здесь а здесь у волка не перекрыто то есть вот просто тут вот тут два волка тут три тут пять тогда будет мне понятно абсолютно потому что в прошлой карте мы играли мы поняли что если волками какая-то территория какой-то проход закрыт то это значит что нам туда или уже не нужно или сейчас не нужно или или вообще не нужно короче что не нужно нам если нужно будет если волками сейчас закрыта то потом по сюжету нас все равно туда отправят но тогда ну когда по сюжету нас правит тут волков уже не будет они не будут не закрывать этот проход за такая как вынужденная мера чтобы вести меня правильно по сюжету чтобы я не забегал вперед батьки пекла в те все в те места которые мне пока не нужно потому что мне все равно туда придется идти так соответственно движемся сюда-сюда-сюда на наблюдательный пункт и потом у так и придем на газ а там разбили разберемся собственно собственно отмечена вот он домик его и и газ ну да на газ надо так все у нас по параметрам все нормально чё нас при нас ночь начинается я до наблюдательной вышки вряд ли до ночи доберусь возможно доберусь до домика там так там по дороге еще будут по-любому эти олени так я вот что предлагаю сейчас здесь вообще сейчас хотя бы выйдет рассмотрюсь вообще как карту узнаю или нет может все видо изменено уже 10 на туши оленя лежала там сырочек такой есть полу разрушили такой амбарчик не знаю здесь же рядом рядом с домиком взоролов мой шанс выбраться отсюда надеюсь он не умрет у меня на руках до сарочек вижу он сарочек там соответственно тушка оленя всегда лежала так фантомаз наш наш фантомаз наш готов 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 втащить так здесь еще мог наверху не то рос собственно не растет на карта такая же самая лишь как я знаю каждый где мох растет дикки пенек с каким грибком с этим уже ту сторону сходить хотя принципе на обратном пути можем как идти по сгс уже потом пойти потом пойти через турбазу и опять же вот с этой стороны прийти здесь просто еще одно место было там по моему тоже ружье бы может быть чувак валяется такой там как-то не помню называется такой круг круглая поляра такая типа озеро ли что-то вы там чувак валяется как бы тоже важное такое место для того чтобы полутать что-нибудь обязательно доходить улутать так но это принципе мы потом уже вернутся обратный просто путем то сейчас мы можем пройти одну половину одну часть карты залутать а потом можем и другую да нету то оленя тут так еще дрова тут всегда лежали по моему нет другая линия никого тут нет здесь сюда лень лежал в этом месте ну нету никого так значит немножко локация переработанная собственно да немножечко локация переработая даже могу так заплутать неплохо в ней так там оленяшка так что-то не нравится эта погода жестко не нравится я думал может у нас сходить до этой круглой поляна хотя по моему она уже вот сразу нас есть время бы лишь бы метель не пошла в принципе я найду дом так там у нас поляна кроличья поляна там что на кролике обитали не олень сейчас ходит там дерево это до дерева там сюда это и было и там сюда кролики шарились не знаю как сейчас но мне даже это на самом деле не особо интересно как там сейчас потому что нет не особо нужно ролики вернее мне вообще не нужны и так вот она озеро круглая по моему здесь за чувак был даться чувак есть по моему лежит не видно на ворон не видно и раптор погода не летная прикинь таким и ветром башни по сносила на хрен так да чувак здесь последняя стоянка макса на местоположении до или топор здесь забыл и точно не помню так новые худе ну посмотрим а в принципе даже не не будем смотреть ну давай мы заберем перья прошлой прошлой этой на прошлой карте бабки оставил перейти свои наконечник есть принципе можно перья и даже нужно собирать может мы их пустим на это может стрелу стрелочным делать так по-моему где-то еще что-то там было но я туда сейчас не пойду точно у нас у нас очень плохие новости у нас метель вас просто отвратительные новости охренеть я ничего не вижу надо срочно бежать домой так мы все это камыши я помню это кулак сарая сарай так теперь надо дом найти его где-то здесь впереди будет главное не вертеть головой чтобы не сбиться с правильного верного направления так вот тебе блин сходили до чувака ничего не нашли мы да абсолютно давай мы еще здесь контейнер себе сделаем сюда вот эти вот штуки перила переложил бы подобные вещицы подобные вещички чтобы меньше путаться так собственно тут с особо смотреть сейчас нечего то если это перевожу немножко посмотрю эту худи но я упалу было у меня худею разорвался собственно это дает у разорву худи да и все кстати а нахрена нету тащить точильный камень с собой таскаю ох я дурак блин просто вспомнишь что вот мы только совсем недавно но для тебя в предыдущей серии мы же можно нажать на этими грёбанными тросами альпинистскими выуживали из нас все снаряжение я постоянно за каждый грамм там бился блин вот же 10 и ну 100 грамм 16 процентов мне просто нужно было поточить топор или нож неважно что у меня же нож и топор есть лишь его оставлялась ты помнишь всегда говорил что на всякий случай вдруг убитый убитейший нож найду наш нож нормальный нашел тогда переложу это все ерунду где крючок там еще так ну соответственно есть материал можно складывать и так далее сколько килограмм 5 килограмм на самом деле неплохо нормально так гену по-любому плохая да у нас было ходе такая да мы и порвали собственно сейчас мы с этой сделаем абсолютно то же самое так ну принципе совсем совсем ранее 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 утро вижу светом за окон падает прикольно красиво реализовано но в принципе давай пойдем на минус 3 всего лишь сейчас по идее да но не по идее она будет теплеть со временем и так далее лишь бы там ветра никакого не началось давай пойдем еще я предлагаю здесь какую-нибудь помойку устроить не обещал бы нет раз на каждой карте обязательно должна быть помойка здесь у нас она вот здесь будет располагаться а в общем я еще знаешь что я съел всю еду которые в этом было в шкафчике пришлось чтобы отъезд на полную еще 10 сентября на всякий случай я положил воды сделал переделали этот гребаный мох сейчас мы его выбросим там один остался по тот самый собственно выбор шуф это уходе эту уходе вуде эту разобрал куртку и сделал бинты из нее потому что с бинта совсем мало было там два штучки вам волки нам бы это потратили потому что чинить мисс равно ничего не нужно поэтому это не нужно 8 висячих этих по повязок из мха из повязочного мха 10 висячих повязок из повязочного мха нам короче хватит я думаю больше мог мы собирать не будем а вот шиповничек и рейши немножко пособираем потому что будут по и со временем не тратится мы будем восполнять 8 повязок я думаю на всю игру хватит но я надеюсь по крайней мере что то что еще там сделал дни а вот что-то еще надо было выбросить как раз я не искал забыл что мы помнишь что что-то нужно что-то нужно бросить так все новая свалочка потом может братская могила кроликов добавится еще кровать нет интересно там еще как-то был у нас какой-то серии позапрошлое в прошлом я же не помню какой там и обнаружил что животных можно чуть-чуть вертовать слушая такую погоду не пойду никуда я не вижу тут буду бродить ходить там волк волки меня покусают и кто ходит это не волчарами не послышалось что-то волки доходит ходят как бы в этой в режиме песочнице здесь волки ходят бродит вокруг домика этого зверолова но что еще часок посплю о блин наконец-то блин я раза четыре или пять заходил короче спал и что точно не помню короче середина дня собирались ранним ранним утром пойти взять середины дня уже полдня тупо проспал потому что был постоянно этот самый постоянный туман причем он потом стал еще более жестким вообще просто пелена еще то есть чтобы надеяться было бы глупо идя в такой туман во первых заблуде заблудишься тупо это кстати самое страшное когда забудешься во вторых что не менее печально на волкова набредешь не веди их а еще хуже это когда заблудешься на волков на придешь это вообще жести да тут уже нормальные дуэти и дрова есть от прошлого на прошлой карте не было таких нормальных дров это вижу теперь есть вот можно один час всего лишь его по сразу четыре тебе дровины очень легко и просто их он очень очень много таких ветвей валяется прошла карте не было таких ветвей были маленькие такие которые на палочке разбираются вот типа как впереди такая лежит который дрова разбираются вообще по-моему не было ни одной гигантские водили про порта раньше как-то меньше они были раньше него не по 5 дровинта на самом деле давали с них прикольно мы не будем пока этим заниматься мы сейчас вышли отсюда пересекли вот холм эти сейчас я хочу выйти вот сюда есть болотца будет то есть я иду вдоль края карты это край картридж скалы так вот она наша это болотцы на колен там живой это бухлого оленя не вижу я вижу лишь живого ли минут на хоть еще наша штучка так волков ли ниже это добрый знак потому что тут всегда достаточно много волков бывало сейчас я не вижу ни одного безымянный пруд так самое главное что если здесь волков значит нам сюда позволяют идти поэтому это очень добрый знак поэтому поэтому можем последовать того маршруту о котором я говорил собственно сейчас мы грибки утону пойду сейчас посмотрим с тобой блин даже когда-то не знаю как ту штучку как-то штучку назвать охотно охотно че этот домик есть чего так газетный рулон не трогай на хрен он нам нужен приличные джинсы неплохо доверено отлично отлично как два ли не хоть на дохлого не вижу ли не так а это вот камни ли это дрова что такое черненькая так лень всегда дохлый лежал где-то здесь тут такой типа островка маленького от камыши не вижу чтобы росли те которые можно полутать но здесь олень всегда лежал дохлый 0 или нет значит все таки локация несколько измененная непривычная нам часто буду грибы собирать от ничего интересного на паузе пособираю дальше потом продолжим нет все таки это не камни это все таки эти дрова тут лежат просто из вышки видел я не понял что это такой черная то ли дровина то ли камень таки дровина оказалось так сейчас я с этой стороны зайду раз пока здесь нет волков подчеркиваю пока они тут всегда были режиме выживания но здесь нет их видимо потому что мне как бы дают сюда идти сюда можно идти сюда можно идти туда сюда нужно идти сейчас я все это пособираю сейчас пособираю этот самый камыши тут не иногда не в некоторых местах и все-таки вижу есть камыши которые можно собрать вон и например как бы это не помешал да я знаю мне там целый килограмм этих камышей но блин он там лежит так сплоды эти сухие они будут трогать пусть остаются у нас с этим струтом проблем нет ни малейших никаких урок и не подошли к нам так и сути висячие мхи собирать не боюсь сколько их много одна он 2 3 4 5 5 5 деревьев с мхом он там дальше еще деревьев он очень очень много но мы не будем собирать так сейчас пособираю тот самый на паузе камыш так вроде как собрал весь камыш на я особо не усердствовал потому что там помоги то вдали там до этого края не доходил там если даже есть фиг с ним сейчас я предлагаю подняться по замороженному ручью он так по-моему называется там сейчас мы вверх поднимемся что-то я не помню видишь опять мох там везде короче тут мог мне столько в таких количествах не нужно он не в таких количествах не нужен там я про не помню по-моему там где-то трупешник еще по моему всегда лежит поднимемся там еще будет это обнаруженного местоположением там типа истока замороженного ручья или устья замороженного ручья как-то так называется этого туда где собственно личности водопаде к такой сосульки висят на горах на горах на камнях а там это исток этого ручья замороженного и находится нет просто замороженный ручей ну окей сейчас мы к нему поднимемся или тут нет ничего грибы я точно вижу он ходит только грибы а потом мы пойдем можем сюда пойти пока вышка у нас подожди вышку на с этой стороны вообще вернуться бы обратно в общем разберемся на паузу пособираю блин просто шел-шел короче вот и шоу 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 такой раз и сразу два заболевания короче это ну просто обалдеть так это чай какой-то чай рейши или шиповник ладно запястье пусть будет я смогу оружие хотя бы доставать с ладышкой потом разберемся потому что антибиотики до применить давай средства не помогли замечательно так я немножко вернулся от устья этого замороженного ручья вон он вон 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 вишь в горы с сосульками это соответственно протекает вот здесь внизу туда так там уже с той стороны кстати уже жестко волки воют здесь домик я сейчас сюда зачем вернулся немножко обогнул камень немножко назад и сюда это волчара это волчара все подумал волк вон вон весь домик вон маленький такой сначала подумал кролик но это волчара значит может нам сюда не нужно там еще волк так это очень плохо это очень-очень плохо даже факел использую факельные ракеты бы лучше как много здесь а сзади не появились волки еще какие нет вроде как нет но немножко обогнем их там по краю будет просто и как бы этим путем и собирался то идти сейчас его придерживаюсь значу и мы наверное дарадо гэс мы вряд ли дойдем сегодня на вышке мы сегодня значу и на там где ну вот отлично за охренели что ли ты понял просто охренеть тебя урана выбросил или что я бежать на ногу гребаная болезнь блин воды жик так мы пошли смотреть осматривать домик даже немножко не так бы наверно сделал а хотя в принципе ладно будет более видно нам угла уху ни хрена себе домик то да домики изменены короче сейчас совсем не такие домики как раньше давали мне брать до домики тир так так домики блин раньше домик такой был очень такой но малолутовая сейчас тут целая блин с обрена это самое одежду я буду собирать ровно с одной сцене хотя бы для того чтобы сделать ткань это тоже я сделаю подушку разломаю на ткань ткань нужна потому что ткани нет ткани нет совсем за 9 минут получить три ткани это вообще шикарно просто шикарно в общем короче тут нет ничего про бумаг ткани книг это очень печально так сейчас должен был написаться на карте домик мышь его нашли а внутрь вашей нам написалось домик да а так то у нас ничего не определилась но завороженный речей безземянный пруд мы сейчас вот здесь находимся где-то сейчас на но так вот обойти пройти и прийти вот сюда на наблюдательный пункт особо на пункта мы опять же так выйдем и пойдем вот здесь есть еще будут вагончики то ли то ли здесь то ли здесь это немножко не совсем понимаю по тем камням на рисунок короче я так знаю на направл на карте где это что находится у нас потухла ракета ну и хрен с ней так он и выкинул ее сам или нужно мне еще идти выкидывать эту ракету еще надо выкидывать лучше бы сам бросить бросил бы да и все короче тут ловить нечего да в этом домике так что у нас по времени на наблюдательный пункт по идее я должен успеть обезболивающее нашли вот это замечательно так подожди надо применить нам опять же это обезболивающее биотики подожди на антибиотики на рам нужно нам обезболивающее нужно блин я не то применяю красный такой пузырек конечно это применяем все потратил обезболивающего подышку швы их ну какие антибиотики антибиотики заражения предотвращают эти пропустил контейнеру там ни хрена нету поэтому но не зря, что пропустил. Сейчас, наверное, двинемся дальше, сейчас еще более внимательно посмотрю дом. Так, у нас просто, просто я бы сказала бы, омерзительная погодка, но... Ну, что делать? Продолжим наш путь. Температура ими тепло. Ветер вот как раз в лицо мешает идти. Но в остальном, в принципе, так-то нормально. Так. Лесосека. Вот, смотри, где мы сейчас находимся. Что мы находимся? Вот мы с тобой где находимся. Здесь будет вход на вышку эту. Проход там сейчас надо будет высоко-высоко подниматься. Вот она, кстати, вышка. Подожди. Какая-то вышка мобильной связи там теперь. Не понял. Да, это радиовышка. Не понял, они локацию переделали. Там такая деревянная вышка. Вот он, вход. Видишь, вот такой цветастый плакат яркий. Кстати, тут нет ни волков, ни медведей, никого. Два оленя ходят. Раньше сюда тут волки ходили, причем в больших достаточно количествах. Штук несколько так. Персонажем в животе волк урчит. Блин, да не честно. Там стояла такая деревянная красивая вышка такая наблюдательная. Ну, типа, знаешь, как... Как же эта игра называется? Fire Fire Watch была игра такая, где там чувак сидел на вышке, как бы и следил, чтобы там нигде в лесах там пожарни, пожарни случился. Тоже наподобие такой, как-то чем-то напоминает. Ну, по крайней мере, мне напомнил Long Dark своей, как бы, это... Ну, не знаю. Почему-то мне напомнился от атмосферы, наверное, своей. Знаешь, такой вот отрешенности, там один. Ну, короче, вот такой вот вышки там сидел. Вот такая же вышка здесь была. А сейчас я вижу, как это вышка мобильной связи. Ну, ладно, посмотрим. Кстати, еще вспомнил. Знаешь, что это? У нас, по-моему, в прошлом... Мы на Милтоне играли, у нас... А вышка там тоже была, вышка радиосвязи. Нам, по-моему, еще в самом-самом начале ее обозначили. И там был нож. Только мы пришли на нее, самый-самый-самый последний, да? Блин, ну это вышка мобильной связи какая-то. И... Смысл в том, что... Там нож был. А с самого начала ее обозначили, что типа, блин, возьми, чувак, сходи туда. А мы так туда и не пошли. Мы бы сразу были бы с ножом. Вот сорвавшийся, да, где я. Я помню, что еще лут какой-то будет. Там внизу где-то будет чувак. Только почему-то я не вижу никакого чувака. Там внизу. Очень странно. Очень-очень странно. Там чувак должен был валяться внизу в снегу. Я его не вижу. Ладно, пошли дальше. Наверх. Так вот, к чему я эту речь завел, так не договорил. Что в прошлой карте... Как на прошлой карте на Милте нам обозначили радиовышку. И мы туда не пошли. Но нам не просто так ее обозначили. Потому что там жизни, край, край, нежизненно необходимый нам предмет был. А именно нож. А сейчас у нас обозначен просто так. Нам туда не нужно. Нам на ГЭС нужно. Нам обозначили наблюдательную вышку. Правильно? Правильно. Значит, там, вероятно, опять же, какой-то жизненно необходимый нам предмет. Логично? Логично. Блин, как в прошлой карте. Я же сравниваю прошлую и эту. Там такое было. Было и был жизненно необходимый нам предмет. И здесь такое же. Есть, есть. И, вероятно, там... Тут, вернее, будет на наблюдательной вышке жизненно необходимый... А какой нам жизненно необходим предмет? Вот подумай. А? Какой? Ты подумал? Ружье. Вот какой. Потому что из остальных велос уже есть. И нам нихрена не надо. Не, ну, конечно, там тонну еды, да, можно унести. А-а-а... Нихера себе. Это что, новое какое-то? Заброшенный пункт. Подожди. А новый где теперь? Блин, они, короче, карту изменили. А, ну да, вон он, заброшенный. Ну да. Ну да, логично по карте. Вот. А, сразу за замороженным ручьем. Это надо было сюда. А, я же вот так обратно вернулся, да? Вот так вот. И вот сюда пришел я в домик. Потом мы вот через эти перебрались, прошли через лососеку. И вот здесь мы, короче, поднялись сюда, на эту хрень. А если бы я от замороженного ручья прошел бы сразу здесь, а там была эта хрень, обогнул бы гору, из которой он, собственно, вытекает, сосульки висят на камнях, то мы пришли бы на новый наблюдательный пункт. Не знаю, что за такой новый наблюдательный пункт. Его раньше не было. И вот этот вот, который сейчас заброшенный пункт, он раньше был не заброшенный, там часто ружье спавнилось на нем. Да. А я думал, тут заночевать, слышишь? Говорю, вот сейчас туда поднимемся, там заночуем. Надо срочно отсюда сваливать. Мы сюда крайне не зря зашли. Мы нашли тут факел, который мы возместили, потраченный. Мы нашли здесь сведену с фасолью, кстати, которую можно съесть, а можно этому леснику нашему, или как его там, зверолову, забодяжить, короче, за хорошее отношение к нам. Тут, кстати, очень много ящиков. Вон тут дрова и чёрт знает чё тут, штуканет, всё есть. Так, а подняться нельзя, да, наверное? Я просто знаю, мало ли чё там, может ещё. Так, короче, всякого, всякой фигни. Звуками. Ещё один альпинистский трос. Блин, ну я не знаю, чем мне ими делать-то в таких количествах. А, подожди, тут спуститься можно. Кстати, я уже увидел, я вам покажу. Вон, видишь, это новая наблюдательная вышка. И, кстати, здесь спуститься можно. Это такой же камень, который может рост привязать, правильно? Да. Можно привязать и спуститься, отлично, чтобы не сходить вниз. Соответственно, а, вот мы сейчас вниз спустимся. Вот, а, вот он, замороженный ручей, правильно? Да нет, нет, неправильно. Короче, неважно. Сейчас мы сюда спустимся вниз и вот так, 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 видишь, тень-тень-тень-тень-тень-тень, туда поднимемся и вон будем наверху там. И там мы, собственно, уже заночуем. Так, кстати, нам бы поспешить с этим делом на самом деле и затягивать. Сейчас мы посмотрим, что там ещё можно лутануть здесь. Я думаю, мы всё зашли не зря. Так, и лутал контейнер? Не лутал? А, не, например, не лутал. Так что, ну и приличный шестяной свитер. Я думаю, он будет лучше, чем мои там тонкие шестяные свитера. Но умеете нам лучше не дали. Так, так, вышка, вышка там, вышка ничего не будет. Вот тебе и надо указываться, эту башню разрушили. Лышку наблюдательную. Ну ничего, сейчас трос привязываем, спустимся, пойдём на ту, на следующую. Так, надо захавать. Это дело, что мы нашли. Мы не понесём эту свинину с фасолью никакому мясорубу этому, то есть, как его там, дровосеку этому зверолову. Мы её сами захаваем, это опьёмся. Так, отпеваться мне не надо. Так, мне надо срочно не терять время, потому что, видишь, уже ночь начинается. Ай, бля, точно же, точно же. Ему уж надо это самое. Ой, иди ты нахрен, чувак. Я пешком обойду. Иди ты нахрен, 8 килограмм тут выкидывать. Я сортировать сейчас буду настолько долго, что ночь начнётся. Поэтому мне это ни нафиг не нужно. Всё, возвращаемся, спускаемся по-обычному, так. Нам может даже вернуться в домик. Блин, там волки ходили. Ну его нахрен. Он её ведёт в домик, в котором мы перед этим были. Короче, ладно, спускаюсь пока. В общем, поднимаемся. Обходим вокруг. Уже звёзды на небе начнут появляться. Скоро нам жопа, если мы ничего не найдём. Так, если я правильно понимаю, это мне сюда надо. А, да, 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 вот какие-то оградки. Точно сюда. Вот это, короче, замороженный ручей. Я так понимаю. Вот он сейчас, может, увидим. Нет, не увидим. А, нет, вон, чуть-чуть виден. Вот, короче, вот-вот замороженный ручей там идёт. Он из этой скалы, вот из этой горы вон вытекает. Вон она, вон, да, всё правильно. Вон наша башня, вон с вышкой, видишь, радиовышка. Это, ну, этот, мобильная связь. Я так понимаю, эта вышка перестала что-то пользоваться спросом. Они, короче, повыше место нашли, где получше бы поставить всё это дело. Так, а как здесь забраться-то? Вход, наверное, не здесь, а где-то со стороны там. Здесь я сто процентов, наверное, не заберусь. Где-то вход с той стороны. Ого. Крутой самый спуск. Может, смогу забраться? Вот, да, всё правильно. Это там, а это здесь напротив. Да нет, здесь невозможно забраться. Так, придётся назад, значит, спускаться, обходить вокруг этой горы, искать, где, собственно, у неё вход-то начинается по-нормальному. Фух, ну всё, теперь нормально всё. Сейчас мы на вышку на эту заберёмся, и будет всё просто прекрасно. Так, сюда, сюда. Отлично. Фух, на, включусь теперь, заберёмся наверх. Я не понимаю, что здесь погодой происходит, но какая-то, какое-то всё красное становится. Какие-то горы все красные, смотрите, хрень какая-то. Но погода слабого нам позволила, как бы, забраться всё-таки сюда. Добраться, 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 забраться. То есть, не пошёл какая-то пурга, не пошла какая-то метель, там, туманы, ещё какая-нибудь фиговина. Сейчас я гляну, что здесь такое. Может, что-то тут есть. Интересное. Как бы, это вообще новый для меня объект, я вообще без понятия, что здесь такое. Ну, чем нам его обозначили. Ну, как тут интересно ещё, через какой-то мост надо перебираться. Так, но погода начинает портиться. Но всё равно ещё плюс 7. Мы самое главное забрались. Мы вкатали, 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 мы вкатали, закатали. Так, здесь нельзя пройти. Просто осматриваюсь, мало ли чего здесь. Вот, ручей какой-то, смотри. А, это, собственно, тут, наверное, есть исток замороженного ручья, этого, да? Чё тут понапридумали на этой локацию? Нового понапихали, поназапихивали. Дом лесника. Новое местоположение, в смысле, подожди, а на карте что у меня обозначено? Это я куда забрался вообще? Я не вижу никакого дома лесника здесь. Не, ну, по-любому, это оно и есть. Вот он же, размороженный ручей, там, это всё, все дела. Вот я это видел отсюда, то, то, туда. Непонятно. Наблюдательный пункт. Дом лесника. Ладно, пусть дом лесника будет. Я запутался в ваших тут нововведениях, каких-то наблюдательных пунктов, потом придумали домов лесника, ребята, поэтому я не знаю. Я ничего не знаю. Ну, чё, довольно светлые какие-то сделали, но это в режиме, наверное, это вот сюжета, да? Такая луна огромная. Так-то, в выживании наверняка там темень, как и раньше. Так, нет ничего, интересного нет. Так, а вход-то, собственно, где? Где вход? Да, только скажите, что мне, что входа нет. Нет, конечно же, вход. Конечно же, нет. Так, закрывай дверь, не выстрелай хату. Так, а, ну, собственно, это копия этой самой. Ну, да. Копия прошлой той вышки, которая сейчас разрушена, а это то же самое. Да, даже тот же самый лут, даже те же самые ящики, вот, на печке здесь стоит, всё то же самое. Один в один. Тепло? Более чем. Ну, и хорошо. О, отлично. Точельный камень, стопроцентный, великолепна ткань. Так, сейчас полутаем. О, тебе этики нашёл. Ещё и шприц первой помощи, уже третий, блин. Ну, хотя бы, занять хотя бы один, посмотреть, как они работают. Я, потому что не знаю. Новые походные ботинки. Это мы сейчас посмотрим. Спички, средства для розжига. Блин, да тихо тучу. Тухо, ты не дергайся. Не дергайся. Вот я бы в этой, в той наблюдательной вышке, как и раньше была, вот это вот держатель, это, который говорил, вот штука, которая деревянная, на которой ружьё вешается на стену. Вот я тебя ещё в домике этого. Зверолова, я говорил, что такая, короче, штука была, теперь нет, типа, как-то по-другому совсем выглядит. Блин, короче, да, это переработали. Мне интересно, это переработали совсем её или переработали только для сюжета эту локацию, загадочное озеро. Потому что, если совсем её так переработали, то я не знаю. Теперь я уже не такой специалист. Не-не-не-не-не-не-не-не. А, нельзя разломать, да? Не такой же специалист теперь. Я по-загадочному озеру. Это, в принципе, изменения не сильно. Не сильно сильные, не сильно большие. Короче, свинина с фасолью тут будет везде, походу. Так, вот уже второй свинный набор. Вот ещё свинина с фасолью. О, дрова, дрова, дрова. Отлично, 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 отлично. Это похоже на шкуру медведя, да? Ну, реально. Наверное, есть шкура медведя, сильно поношенная. Да, я видел эту записку, просто я её наконец оставил, чтобы последнюю подобрать. Так, собственно, нам топить костёр не надо, нам ничего так и не нужно. Всё, мы собрали, всё, мы забрали. Так, убирай. Сейчас мы почитаем эту неразборчивую записку. О, у нас всё-то осталось, да? Уже новая. Карта линии. Небрежно нарисованная карта к тайнику с припасами. Ну, нифига себе. Текст на записке практически невозможно прочитать. Если записка была кому-то адресована, может быть, адресат бы и смог её расшифровать. К счастью, на ней отмечены заметные объекты местности и жирная стрелка, указывающая на большой крест. А может, это не тайник? Откуда ты знаешь, чувак, что это тайник? Может, это крест там обозначен, что он там закопал кого-то? Может, это маньячелло какой-то, блин? Вот, приду, он там шарится, выкапывает обратную жертву своих. Я такой приду, опа, где тайник? Тайники вокруг загадочного озера. Это, понимаете, один из них, да? Ну, это я знаю, где? Это вот с дома зверового, помнишь, ходили? Вот последняя стоянка Макса, такая круглая штучка озера, там труп лежала, правда, пустой. У нас ещё столько же было пройти, и вот мы дошли до железки, к тайнику этого, и тут, собственно, турбаза уже. Так я не понял, я сюда на эту вышку пришёл, или дом лесника, это какой-то другой ещё, дом лесника, но я не вижу на карте, тут обозначится какой-то ещё дом лесника. Да нет, ну, по-любому это, но мы здесь находимся. Вот я же вышел с этого, с того разрушенного, вот так прошёл, где-то здесь нашёл проход, и вот чёк-чёк-чёк-чёк и пришёл. Где-то вот здесь я бы сказал даже. Но не здесь же мы, в конце концов. Нет, здесь уже сейчас вагончики где-то будут. Мы, собственно, сейчас так и, это самое, наверное, пройдём сюда, пойдём, выйдем обратно сюда, вернёмся назад, так сказать, но это уже следующим утром. И эти вагончики, и придём на ГЭС. Собственно, туда нам путь и держать. Так, на паузе сейчас буду отъедаться, благо есть чем отъедаться у нас, отсыпаться, отпиваться и всё остальное прочее. И смотри, что там происходит, а просто жесть какая-то, просто-просто ужас какой-то там на улице. Даже выходить туда я не собираюсь. Вот смотри, ёлку как хреначи для лев. Хе-хе-хе, прикольно. Так, уже тут начал уже стебли кушать эти, потому что уже половину уже съел практически. Так. Так, пить он не хочет. Так, тут, значит, что нам ещё делать? Да делать там особо нечего. Буду ещё спать ложиться, ждать нормальной погоды. Собственно, там я только лёг спать, и сразу погода нормальная настала. Правда, очень холодно. Минус 4, а, уже минус 4. Было минус 6, сейчас минус 4 уже. Ну, окей, ладно, нормально. Сейчас потеплеет в день, в принципе. Хотя уже день давно, день начался, но ничего страшного. Короче, придерживаемся запланированного плана, так сказать. Сейчас спускаемся вниз, и выходим опять туда, откуда, собственно, пришли, к тем лесосекам-просекам. Мы ищем там вагончики этих лесорубов, их залутываем, и с них уже непосредственно идём на ГЭС. Там это совсем рядом, поэтому, как бы, получится у нас, что у нас вся эта часть карты залутана полностью, то есть, вот, до ЖД, до ЖД, ну, практически до ЖД, тут немножко тут будет, тут немножко разрученные строения будет, но это рядом с ЖД, тут всё это, как бы, в прямой доступе от ЖД. То есть, всё, что с этой стороны, Левее ЖД, у нас будет полностью залутано, то есть, останется только то, что правее ЖД, вот это озеро, сама ЖД, и то, что непосредственно тут кое-где будет, вот здесь будет перед ней, вот слева немножко. Но это всё рядом с этой, опять же, турбазой этой и так далее. То есть, всё довольно-таки, довольно-таки всё понятно будет. Сюда нам больше ходить не нужно будет, на эту часть карты, потому что тут делать больше будет нечего, тут нечего искать тут ничего. Вот, кстати, нашёл верёвку свою спущенную, эту, которую мы спустили, а с разрушенной, это я, вот, видишь, висит. То есть, мимо прохожу сейчас от горы, как в расщельную, которую показал. Я полечил свои эти, это просто вороны полетели, полечил свои, вывихивал всяких лодыжек и прочего. Кстати, там было то дело, что я открывал это меню, то есть, не было, а, и сейчас нет, кстати, шиповника, видишь, нет шиповника. А обезболивающие у меня все закончились. Да, их вообще нету. Чтобы добавить, вот, нажимаешь добавить круговое меню, галочку, и это потом, она здесь появляется. Просто слишком много предметов различных этих вот, и они всё равно не могут отобразиться в ней. Поэтому приходится настраивать её. Какие-то добавлять, которые тебе необходимы, потому что их просто тупо там нет. Я бы до этого ещё видел, я просто впервые это использую. Ну, реально острая нужда впервые была. Это использую, что я чувствую, сейчас мы ещё вывихнем чего-нибудь в себя. Давай, я предлагаю присесть, может, он не так будет расшибаться. Ну да, сейчас бы он на всей скорости, тот что-нибудь больно, больно сильно прыгал бы, подпрыгивал бы и расшибался. Собственно, мы опять возвращаемся на лесосеке. Да ты понял, куда мы возвращаемся. И вдоль, вдоль этой хребта идём вправо. Так, вроде прорвались. Слава Богу, вроде прошли. Волкани цепанули. Так, вот они, собственно, эти самые вагончики, только единственное, как-то разобраться, как здесь спуститься, чтобы не разбиться. Будем пробовать. Так, это было несложно. Я здесь вот спустился, на корточках, аккуратненько, так, по склонникам, так, используя грань этих камней, аккуратненько, очень по ним спустился, он ни капельки там не пострадал, и без всякого риска, без ничего у нас добрался, было получено. Сейчас мы будем тут лутать. Сюда-то мы и шли. Сюда-то мы и шли. Ничего здесь особенного быть не может. Ну, по крайней мере, раньше не было ничего особенного. Ну, утонуть надо, чтобы потом сюда уже не ходить, мы бы и знали, что эта часть карты полностью залуплена. Других тут объектов... Нет, по крайней мере, раньше не было, я не знаю, теперь может добавили, конечно, уже. Охренеть, сколько там... А, нет, кролики. Я думал, это волков столько такая куча там влазит. Так, полена двухкилограммовая у нас, да? Не особо нам интересно, на самом деле. Слишком тяжело. Ладно, сейчас будем тут лутать шиповники, так прочее, ты это сто раз видел. Так, собственно, первый вагончик давай облутаем теперь. Лутанем. В принципе, я на паузе полутаю. Тут еще особенного быть не может, как бы, сейчас один покажу, ну, вагончик. Это типа лесоруба здесь, ну, типа барак такой для лесорубов, поэтому, поэтому тут и лута соответственно будет. Хотя ты смотри, барку сардин нашли. Это просто, просто превосходно, что мы нашли банку сардин. В общем, будут лутать, что-то будет интересно, я включусь, а так, блин, наброшить я у меня уже очень много, мне их скоро выбрасывать кричатся. Так, облутал первый вагончик. Ничего такого экстра, экстраординарного тут не нашел. Немножко еды, немножко одежды, немножко дров там. Так, по мелочевке, но у меня уже подбирается вес, инвентаря критического, у меня уже 46 килограмм, когда станет 50, персонажу станет совсем, совсем не в моготу уже ходить. В принципе, мы дойти сможем, до ГЭС в таком этом самом, но зачем, зачем, мы сейчас облутаем все вагончики, я потом перересортирую, и всякую фигню выброшу в одном из них. Пусть лежит типа всякой одежды, там ботинок у меня несколько уже, сейчас еще нашел ботинки одним, и так далее. О, чувак, чувак, что ты замерз тут? Ты меня напугал, раньше такого не было, по-моему, никаких тут чуваков. Новая лыжная колодка, опять еще ботинки, лучше уже сейчас ходить перестанет, чувак мой. Так, а сколько у меня ткани? Мне ткань уже, наверное, нафиг и не нужна-то особо. Ткани 15, да, ткань не собираем, ничего не ломаем, ткань давать некуда, еще одежду сейчас вступил выбрасываем. Сейчас мы разберемся, так, на паузе тут походу лутать особо нечего. Прикол то, что в этом вагончике вообще реально лутать нечего, здесь просто нет ничего. И так понял, тут чувак, короче, который там замерзший, вот тут выживал, выживал, короче, съел тут все, все использовал, все поел, все уничтожил, подчистую, просто пустой вагон. Вот то, что его обыскал, там нашел в нем одежду, ботинки, и все, вот это все. Тут он не съел только свою одежду и ботинки с остальными, сожрал, нет вообще ничего в вагончике. Почти до следующего теперь. Опа, необходим ключ от вагончика на резоставительной площадке с заготовительной стоянки. А, ну это, наверное, есть стоянка. Необходим ключ от вагончика. Начинаем сюда еще, потом возвращаться пришлось, в любом случае и придется. Значит, я предлагаю в этом вагончик сейчас зайду в первый, который без трупака. Там где-то пустой, там я не буду ничего оставлять. А там даже контейнеров, там нигде оставлять вещи. Тут я хотя бы в контейнер какой-нибудь сложу, вот в тот же стол, например. Нет, пять килограмм мало. Хотя нам, не, это мало будет, сейчас найду. Посмотрю, как контейнер какой-то побольше может тут есть, там железный может больше вмещает. О, 15 килограмм это уже лучше, но лучше всего уже этот железненький. Так, короче, я тут все попроверил по одежде, значит, да, есть что заменить, как я тогда еще сказал, когда нашел только его этот толстый шестяной свитер, что он, конечно, лучше, чем тонкий шестяной свитер, но еще лучше, чем свитер Уилла, поэтому свитер Уилла меняем на этот толстый шестяной свитер, просто на порядок лучше, он просто лучше, просто бомбецкий лучше. Все, теперь у нас зелененький ушел, теперь у нас еще больше этот контрастирует, выделяется наш, так видишь, он как бы это, вот зелененько-зелененько такое было прям наш фантомас, фантомас в шестяном свитере в толстом. Все остальное полная фигня, тут нечего такие, это ботинки точно такие же, ну как точно такие же, бабки на лучше, они смысле по виду такие же, только красные шнурки вот эти желтые, это походные ботинки называются, у нас альпинистские ботинки, которые бабка нам дала, рабочие ботинки фигня, это тоже походные, они все гораздо хуже, все остальное тоже гораздо хуже, единственное, вот эти получше вроде как рабочие штаны, еще и не до конца их отчинил, 1,5 и пол, 1, да, явно больше, мы можем еще починить, все равно там я слышу, там какая-то непогода на улице, прям жесткая, что-то началась, да и в принципе же к вечеру дело, хотя нам осталось дойти совсем тут немного на самом деле, 1,5 и пол градуса, да, 1,5 и градус, да, ну гораздо лучше, ну это такие же тут, штаны карго, так, 96, 98, 1,96 мы заменим на вот эти вот, вот эти вот штаники, вот, так, все остальное у нас все фигня, эти джинсы полная ерунда, сюда нам нечего, все, в принципе, в принципе, есть еда ли у меня, еду я всю поел, да, остались только стебли Тимофей, где-то к чему, могу ли я тут заночевать, да, в принципе, могу, можем сейчас одежду поразбирать, остальную какую повыбрасывать, наверное, с утра уже тогда продолжили бы путь, да, наверное, давай так сделаем, на паузе буду заниматься разбором одежды, хотя у меня ткани, в принципе, давно довольно много, ну, в принципе, что делать, какую-то самую я сложу, я в контейнеру сюда положил поленок двухкилограммовый, сразу два килограмма сбросил, ну, и, в принципе, сейчас с этой одеждой так или иначе избавимся, а, ну, ботинки можно сразу сложить, потому что они на коже разбираются, кожа нам, кожа нам не нужна, ботинки я просто сложу сюда, видишь, они хорошие, 95 даже, какие классные, но они гораздо хуже бабкиных наших, бабка нам, бабка нам доверила, надо это, наверное, ткань разбираю, посижу, короче, с утра встретимся, так, а вот и утро, все-таки дождался, доспался до утра, значит, я съел уже практически все эти стебли Тимофеевки, пять штучек осталось, больше у нас еды нет, никакой, кроме разве что чашек, но это глупо, так, я одежду там всю это самое порвал, куртку не стала рвать, единственное, она рвется полтора часа, поэтому на ее нахрен, там ради двух этих единиц тканик, к тому же ткань нам больше не нужна, больше ткань собирать не будем, он на 23 выше крыши, я переработал еще все эти рейши, там и шиповники, шиповник только один получился, а рейш получилось 7, 7 чашек, плюс 3 есть, мне больше тоже не нужно, скорее всего, пока точно собирать не буду, значит, мох и уже теперь, плюс еще и грибы, мы уже не собираем, собираем шиповник только, шиповник вот нужен, потому что шиповник у меня одна кружка всего лишь, есть еще неприготовленных ягод, теперь уже готовых, на еще одну чашку, и больше у меня нету нифига по шиповнику, так, погода, погода не очень, тут жесткий туман, я тут ни хрена не вижу, я честно говоря, так, в ту сторону надо идти, но я не вижу, короче, короче, пойду дожидаться нормальной погоды, вот, буквально один час поспал, и туман прошел, просто слишком рано еще вышел, короче, слишком рано выходить без толку, так, у нас сейчас еще раннее довольно-таки утро, минус один по ощущениям, все нормально у нас, еды в половину, и у нас там всего лишь пять еще осталось, так, палочки тоже не собираем, у меня два килограмма из этих палочек, очень там жесткий перегруз, хотя нет, 36 килограмм, короче, я одежды освободил примерно, где-то килограмм 10 одежды у меня было, ботинок, господи, кролик, ты меня напугал, ботинок там и всего прочего, все это мы разобрали, выкинули и так далее, и теперь у нас полный порядок, знаешь, что я пока сейчас там это все делал, там, и крафтил, и там туда-сюда, я что подумал, он такой валяется, муж-про, муж-кро, кролик загрызанный волком, это самое, у нас ни одного, ни одной тушки оленя не было на этой карте вообще, то есть и во всех местах, тех, где я знаю, что есть всегда туши оленя, не валяются, их не было, что это такое, правда, на дороге черное, это камень, наверное, просто, короче, нет ни одной тушки оленя на этой карте, а у нас, на этой карте нужно крафтить из оленей шкур, штаны и сапоги, вот и подумай, каким образом эти шкуры раздобудим, у нас были шкуры, да, но мы их оставили в Милтоне, у нас там, принципе, их не особо много, было штук 5, наверное, два немножко ходят, а значит, соответственно, смотри, вывод очень прост, если здесь, на этой карте, вообще, ни одной, ни одной туши нам игра не дает оленей, но при этом нам скоро даст возможность шить из оленей из оленей из оленей в шкур себе штаны и обувь, то вывод напрашивается сам собой, что значит, нам дадут оружие, сюжет нам даст оружие, либо можно найти будет оружие, причем, ну, не особо заморачиваясь, то есть, любой проходящий сюжет игрок найдет это оружие, возможно, нереально его пусть уже это дадут нам, и мы сможем уже отстрел вести этих самых сука, вот это я это провтыкал, блядь, что за херня, далеко кидаю, или что, не понимаю, блядь, чертовы гребаные волки, а что тут у меня запах идет теперь показывается, а, типа кровь, наверное, потеря крови, укус, так, бинт, во-первых, бинт, во-первых, бинт, чтобы хпшка не снималась, потери крови не было, так, стяжение запястья, антибиотик, да, антибиотик, кстати, я там нашел в шкафу, поэтому просто, то есть, не антибиотик, а этот, подожди, а этот лечится с чем, с чем, обезболивающее, обезболивающее, путаю, так, а, блин, а где эта вся хрень тут, ничего, я должен заходить, каждый раз так назначать, обезболивающее, по-моему, антисептик, надо на это, так, обезболивающее у нас на это, все, отлично, блин, жесть какая, да, откуда высказать, что-то стоял тут, короче, а это что там такое, такого раньше я не помню, ну, какая-то хрень желтая, это как-то типа строение какой-то, что-то я не помню, какой раньше, это я знаю, да, это вот этот, как-то грузовая вот, железнодорожная платформа, это я знаю, я просто не знаю, что это такое желтое, раньше такого желтого не было, машина какая-то, да, и что это такое, поезд какой-то, сильно нас вовку цену, ну, 68% хп нам оставил, черт, ублюдок, кстати, где-то там сдох теперь, да, так, больше запах нет, от меня больше нет, это кровь, собственно, пахла, которая у меня, а кто бы бежал, ну, пнать и да, полутать бы на самом деле, да, это какой-то, ну, поездок, ну, у него, походу, нельзя на разобраться, ой, подожди, какой-то лут вижу, металлолом, что я там провалился, непонятно куда, а, откуда он зайти, короче, может каким-то образом, явно, я не вижу, каким образом, кто-то зайти, может, с обратной стороны, нога, давай, открывает, а, отъезжает, давай закроем, чтобы полки не забегали следом, так, а что тут у тебя, чувак, факел, спасибо, игра, вернула факел, потраченная сейчас, это уже неплохо, труд, ну, давай возьмем, но так себе, так, новые рабочие штаны, по-моему, это как раз, вот, я только что такие одевал, то есть, меня на второй, второй этот поменять, тоже на рабочие штаны, да, это новые рабочие штаны, вот они, так, эти чуть-чуть лишь хуже, да, все, меняем, то это все ерунда, что покажут, он просто чуть более, более убитый, они, они лучше по защите, они лучше по всему, практически, поэтому мы меняем, это потом мы, потом мы это можем сразу ему отдать обратно, мы ему одно отдали, это заодно забрали, то есть, другим возместили, своими штанами, так, газета нам не нужна, так, ткань нам не нужна, металлолом, я возьму, металлолом, нет ни одного кусочка, давай, давай, лутай, нету ни хрена, так, ну, собственно, все, больше делать нечего, да, вроде как, ничего, нельзя подняться, не вижу, будем культурными, закроем за собой дверь, по-моему, волчарам он валяется, нам бы его заутонуть, да, да, это гребаный камень, сука, не прошел из-за него, полкарты, ладно, продолжим путь, мы идем туда, в ту сторону, в ГЭС, туда, это у нас, по всей карте, мы пойдем к турбазе, туда, а туда мы пойдем в ГЭС, сейчас опять, только что вороны пролетели, такие же, я сначала услышал ворон, думал, блин, это может над волком там начали летать, который загнулся у нас, полуполочный, может он сюда убежал, потом подумал, они постоянно тут летают, так вот просто пролетают, знаешь почему, потому что им не надо кем здесь летать, потому что здесь нет ни одного трупа оленя, еще один труп оленя, по-моему, а нет, по-моему, здесь лежал всегда труп оленя, тут нету ничего, да, внизу тут куча, ни хрена себе, четыре оленя, прикинь, представляешь, четыре оленя, я вообще никогда такого не видел, там как-то ярко стало, солнце взошло, наверное, солнце взошло, ого, 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 ладно, короче, пошли дальше туда, держим путь, сейчас там мост будет, я сейчас под него намерен заглянуть, зайти, вот он, собственно, этот мост уже практически, почему, потому что под тем мостом там часто могло быть ружье, собственно, отсюда вижу, что-то там поизменяли, какой-то забор там он стоит, где ГЭС, как-то совсем не так сделали, еще вообще всегда тут волки ошивались, потому что нет ни одного волка, ну это правильно, потому что, я же должен здесь пройти, игра мне позволяет беспрепотестно пройти, правда, там, блин, зараза один нарвался, на одного, на одного заразу, так, здесь камыши, походу, еще есть, да, мы сейчас обязательно, обязательно просто, да, ГЭС как-то переработали, смотри, какая-то ограда вдоль всего этого периметра, и само здание как-то изменилось, и вообще все поизменилось, так, чай рейши мы не собираем, там ружье посмотрим, оно сразу под мостом там может быть, я только камыши пособираю, потому что нам жрать ни хрена, хотя я понимаю, мы сейчас на ГЭС, наверное, скорее всего, лутонем, а там хрен его знает, потому что что-то все поизменено, я не знаю, вообще сможем ли мы туда зайти, как-то тут, все изменилось, в общем, пока здесь похожу, камыш полутаю, так, сейчас глянем на счет ружья тут, а на счет ружья ни хрена, вот, видишь, сожженный костер, тут часто спамилось, ну, как с некоторым шансом ружье, то есть, такое, к стене стояло такое, облокотившись на этот, ну, не на стену, но на опору этого моста, ну, это ни хрена, короче, пойду туда дальше, немножко камыш полутаю, сильно туда не буду уходить, по этой самой, потому что там очень далеко можно уйти, до, вплоть до озера, на котором турбаза расположена, это до середины карты, но хотя бы здесь, вот, в некотором расстоянии, полутаю камыш, нам пригодится он для, на еду, так, сказал, сильно углубляться не буду, в результате я, ушел полностью, ну, так вот, как логично, до поворота, короче, дальше тоже не пойду, там уже что-нибудь другое, потом, когда-нибудь, следующий раз, тут оленей всех расшугал, ну, короче, собрал так прилично, прям вообще, так вообще, шикарно просто собрал, смотри, сколько, 2 килограмма, как мне их делать, 40 с лишним собрал, мне 5 по-моему стало, значит, где-то 38 на раз собрал я, штучек, собственно, пойдем сейчас вот с этой стороны, от моста, с правой стороны, с части, справа, справа от моста, там вот можно будет подняться, сейчас поднимемся, и посмотрим, что там дальше, там игра, припадкиет, меня прям рассмешило, здесь все усеяно, этими самыми, видишь, ну, я же эти стебли забирал, а сами плоды эти оставлял, здесь все усеяно, и такими, здесь ручей, смотри, музей над ходами моей жизнедеятельности, да, короче, зона разгрузки, аплодинг, зона, так, вагончик какие-то, что это, тачка какая-то, прикинь, на это самое, на колесах, и сразу на этих, сразу по рельсам ездить, прикольно, сесть, так, брей, брейнхорс какой-то, ну, посмотрим, что у тебя брейнхорс, ой, отлично вообще, еда, вода, опять следуем, сейчас тимофеевке хватит, так, это я положу обратно, я положу, потому что мне это нахрен не надо, мы этих 100-100 тысяч таких пересчеток находили в прошлой, прошлой, в прошлой игре, в милтоне, они разбираются на кожу, поэтому они нам не нужны, и от слова совсем, так, нам просто не нужны, нафиг, так, планки, если что, нужно будет на доске разобрать, да, пошли лутать, пошли вагончики тогда, ты смотри, опять шприц нашел, мне заспамили эти уже шприцами, я не знаю, вообще это хорошо лут, по идее, это замечательные луты, как-то-то, ну, блин, черт его знает, у меня же этих шприцов, ты вагончик взошел, думаем, что такое тесное, саду его, так, в принципе, ничего тут реально, реально-то и не было, на самом деле, тут так, нашел кусок говядины вяленый, да и все, лучше шприц, что сам, на самом деле, то лутать-то ничего, тут все такое, разгромленное, пойдем в следующий, так, в следующем вагончике, что у нас тут есть, кроме засохших, засохших, потом, после этого еще и замерзших, растение, вроде как, тоже, походу, тут не особо, чего-то, барак опять же, походу, тут нет ни хрена, шоколадный батончик, энергетический, отлично, 250 калорий, все уже дает, так, говядина, причем свежие, прям, один там заперть, сейчас будем логиком, зломать, ключ от ворот, к месту временного размещения, оборудования, ГЭС, картер, ключ к воротам, которые ведут к месту временного размещения, БРДГ, картер, о, это ключ еще, вставляем ключ, значит, сейчас, наверное, ключ, газ заперта, потрепанный, толстый, шерстяной, свитер, так, подожди, да, берем, 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 я второй, вот такой здоровенный, как это высокая, да, обычный, маленький, какие-то, бывает, какая-то, ритровая, такая, длиннючая, здоровючая, короче, хоть нашли, опять набор для шитья, да вы, заяц, ты самый, уже этими наборами для шитья, факел еще один, факел уже, по-моему, в плюс пошли, то обычно у нас все возмещалось, потерянное, теперь уже, по-моему, в плюсе, мы по факелам, какой-то колючкой, совсем обнесли, все, прям обнесли, занесли, перенесли, все тут, вот такую, а, вот собственно, ключ откуда, за перетату было, ой, ой, что ты, что дерешься, что дерешься, зараза, не знаю, нужно ли закрывать ее, дамбо картера, это местечко видала времена и получше, даже я, когда играл тут, как-то в режиме, это, выживание, как-то получше было, не такая разруха, тут вообще, жесть какая-то творится происходит так ящики ломать мы не будем дрова нам не нужны и походу после 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 сломанного ящика чувствовать скорее все не будет это у нас мы проверяли не раз это не работало ни разу так сейчас немножко пошаримся обращение к это это найдено местоположение газ карты бы головка какая-то очень здоровенная такая боеголовище а может и правда боеголовка да нет на самом деле водонапорная башня наверно как это маленькая это водонапорная башня для боеголовки сильно большая прикинь такая боеголовка и в пыль сразу все на многие километры километров картер вывеска только прям прям тут по это самое по это по улучшили эту карту до загадочное озеро прям по расширили понапихали тут всякого тут каких-то этих каких-то тут элеваторов каких-то хрена чего тут каких-то этих непонятно чего какие-то железных сооружений разрушенных еще одна боеголовка так но мы вообще-то знаем секрет этой дай до этой дамбы да я не знаю нужно ли тебе спонирить какой секрет у этой дамбы что будет если в нее войти и кто там обитает режиме выживания ну давай откроем давай откроем посмотрим с пони общетка сцена на рападе должна какая-нибудь произойти бы так подозревая если он заболеет и умрет все что он знает умрет вместе с ним без картера окружения верхняя плотина так во первых что так уж так но не видно никого пока что так я значит предлагаю наверно на этом сейчас закончить серию и разборки с тем кто там на выйдет на навстречу мы будем ввести в следующей серии возможно никто не ве не выйдет потому что даже очень плотина очень 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 сильно очень и очень сильно изменена сохранение игры у нас по моему произошло да если что можем еще раз сохранить я просто провтыкал сохранялась она или нет в общем пока это буду ходить туда заходить потом сейчас опять я наверно войду на нее все таки там уже и как бы и останусь не вижу чтобы сохранить сейчас сейчас произошло сейчас будет ли сохранение когда я вхожу можно то что я когда выхожу и не происходит сохранение а хотя да все правильное сохранение нибудь во все сохраняя прошло отлично спасибо за просмотр лайк и дизлайк и подписывайся отписывайся пиши не пиши делает все что тебе за был рассудится мы с тобой встретимся в следующей серии мы завалим того кто здесь обитает если тут конечно он обитает до сих пор и это не изменили а кто обитать и до сих пор вернете теперь изменили эту локацию никто не обитает здесь то опять же буду следующей серии в общем до следующей серии пока